Многие поклонники индийского кино знают, что Катрина Каиф и Шеридеви в начале своей карьеры в Болливуде не говорили на хинди, поэтому их озвучивали коллеги-дублеры. Но знаете ли вы, что даже известные актрисы говорили в фильмах не своими голосами? Они получали признание, всенародную славу и даже престижные премии за свои роли, в то время как уникальность образа и неповторимые голоса дарили их героиням другие актрисы. Лавры доставались тем, кто на экране, а те, кто придавал шарм и уникальность, озвучивая их персонажей, оставались за кадром. Проблемы с дикцией, произношением, акцентом и просто тональностью голоса – нередкое явление. В таких случаях у режиссеров нет другого выхода, кроме как обратиться к дубляжу. Шеридеви первые 10 лет карьеры в Болливуде говорит не своим голосом. Ее чаще всего озвучивала актриса Наас Кумари. О ней я рассказывала в одном из прошлых видео, а в фильме «Расплата за преступление» 1986 года Шеридеви дублировала Рекха. Первым фильмом, который Шри смогла озвучить самостоятельно, стал Чандни. Катрина Каив тоже прошла долгий путь, прежде чем смогла произнести свои диалоги на хинди. Поначалу ей было очень трудно выучить даже одну строчку, но со временем она подружилась с языком и стала работать над своими героинями самостоятельно. В начале карьеры в крупных проектах ее озвучивала артистка дубляжа Мона Кхош Шетти. По стопам отца, как я полюбил, предчувствие любви, партнер, большой переполох, Мона практически стала голосом Катрины Каив. Хотя и в более поздних фильмах, например, «Детективе Джаги» Кэт тоже озвучивали. Зрители в кинотеатре были очень удивлены, увидев, как актриса просто открывает рот, а говорит не своим голосом. Как объяснил режиссер Анурак Басу, просто Катрина, как бы ни старалась, не могла правильно понять некоторые диалоги. В фильме много быстрой игры слов, и у нее не получалось с этим справиться. Чтобы не мучить актрису и получить хороший результат, я принял решение взять другой голос. Мона Кхош Шетти также стала голосом Бепаши Басу, озвучив ее в фильмах «Тайна» и «Темная сторона желания». Даже в дебютном фильме «Коварный незнакомец» Бепаша говорит не своим голосом. За проект она получила престижную премию Filmfare за лучший женский дебют. А вот девушка, которая озвучила ее роль, неизвестна, ее имя даже не упоминается в титрах. Вы удивитесь, но Дипика Падукон, получившая награду Filmfare за фильм «Ом Шанти Ом» и вообще ставшая сенсацией за одну ночь, говорит в фильме голосом Моны Кхош. Фарак Хан решила, что Дипику нужно переозвучить, так как у нее был акцент, который не подходил к героине и не гармонировал с образом. Дипике досталось славы и признания. А имя Моны, я уверена, знакомо лишь единицам. Мона Кхош дублировала даже Рани Мукерджи, представляете? Уж кто-кто, а Рани является одной из самых популярных актрис Болливуда со своим уникальным голосом, обладающей узнаваемой хрипотцой. Казалось бы, у нее нет никаких проблем с озвучкой, но все же для фильма «Непокорившейся судьбе» ее героиню пришлось дублировать. Викрам Пхат считал, что тембр Рани совсем не подходит образу ее экранной героини и наделил ее голосом другой актрисы. Кузина Рани Каджол тоже однажды была вынуждена обратиться к Моне. При работе над фильмом «Маньяк» Каджол пришлось кричать во весь голос. Наутро она обнаружила, что голос просто пропал. Пуджа Пхат решила, что лучше заменить актрису профессиональной озвучкой. У Наргиз Факри, как и у Катрины Каиф, были серьезные трудности с хинди, поэтому ее героиня в фильме «Рок-звезда» тоже говорит чужим голосом. Жаклин Фернандес, красавица из Шри-Ланки, добилась успеха в Болливуде, но только недавно смогла сделать свой хинди достаточно приличным для диалогов. Почти все ее роли дублированы другими актрисами. Милашка с ямочками на щеках Прити Зинта в «Солдате» была озвучена другой актрисой. А в фильме «Наступит завтра или нет» Мона Кхош Шетти дублировала ее в нескольких местах, постаравшись подстроиться под Прити. Все потому, что у Прити не получалось правильно передать эмоции в нескольких местах. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк. С вами была Мила. Пока-пока.